Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженным. По данным управления Роспотребнадзором, на сегодня зарегистрировано 108 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В столице города, в Республике, в городе Якутске зарегистрировано 70 случаев. Продолжает фиксироваться большое количество случаев в Мегино-Кангаласском Улусе районах, где зафиксировано 20 случаев. В Ильюйском районе зарегистрировано 6 случаев, в Кабейском, Чуропчинском, Уст-Алданском по 3, в Хангаласском 2, в Верхоянском 1. За сутки лабораториями Республики Саха-Якутия Управления Роспотребнадзора и Учреждений здравоохранения проведено 623 исследования. Всего за период пандемии в Республике обработано 1 миллион 86 тысяч 147 тестов. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент в службе управления Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения ведется работа по выявлению контактных лиц и, соответственно, по лечению заболевших, которые находятся у нас на амбулаторном лечении, а также на лечении стационарном, как по всей республике, так и, соответственно, в каждом отдельном населенном пункте. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Верхоянском УЛУСе, в связи с чем оперативным штабам, в том числе Верхоянского УЛУСа, определена необходимость усилить работу, в том числе и по соблюдению гражданами, режима повышенной готовности, который введен на территории Республики Саха-Якутия. На 18 мая 2021 года в Республику поступило 143 428 вакцин. Последняя доза вакцин поступила буквально два часа назад. Это 18 тысяч доз. Они все доставляются сразу оперативно самолетов в нашей поликлинике города Якутска. И на настоящий момент проводится массовая вакцинация во всех поликлиниках, как города Якутска, как Мегино-Кангаласского района. И в последующем она также будет направлена во все УЛУСы Республики для того, чтобы проводить вакцинацию. Как сказал глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаевич, ура в обращении граждан. Мы имеем уникальную возможность прежде всего остановить заболевания всеми вместе, в том числе путем вакцинации. На настоящий момент уже первую вакцину получили 124 593 человека. В том числе за сутки получила порядка 3000 человек вакцины. Необходимо обратить внимание, что вакцинация является сегодня одним из единственных способов, который всем вместе даст нам возможность решить проблему нераспространения инфекции. В связи с чем я обращаю внимание на оставшиеся ограничительные нормы поведения, которые установлены указами главы Республики Саха-Якутия в режиме повышенной готовности, а также на необходимость прихода в наши медицинские учреждения для вакцинирования. Здоровья всем!